так добрый вечер у нас сегодня начинается предмет теоретическая механика раздел прикладной механики так и для группы vtmo 191 если есть кто-то на стриме напишите пожалуйста в чат если есть группы vtmo 191 присутствующие хорошо у нас один участник уже есть лекции так теперь давайте рассмотрим что же мы будем изучать в нашем курсе теоретической механики будет три раздела совсем небольших совершенно статика кинематика и динамика мы с вами рассмотрим совсем чуть-чуть потому что для полноценного освоения курса нам необходим необходимо два семестра у вас всего-навсего где-то две или четыре пары не помню точно вот и мы полностью конечно же не пройдем сделаем краткий обзор теоретической механики так по заданиям когда приедете на сессию скорее всего в июне вам необходимо будут будет сделать задание которые изложены в кейсах открываете кейс так вот пишут в чате запись ведется до запись ведется на нажата поэтому те кто не посмотрел могут посмотреть его позже так пишут кейс и кейсов нет но не появится потому что кейсы уже загружены отправлены за очень деканат поэтому появится это дело техники осталось так что рано или поздно не появится а точнее рано появится уже поэтому скачиваете выполняете задание приезжаете на сессию и сдаете так у нас примерно будет одно или два практические занятия на которых я буду проставлять зачеты или экзамен в зависимости от того что у нас будет так теперь давайте перейдем теоретической механики теоретическая механика это раздел физики которым изучается равновесие движения твердых тел так издревле повелось излагать теоретической механики со статики потому что статика дает основу что такое сила и система и так далее рассмотрим литературу которая нам потребуется для того чтобы освоить теоретической механика вот здесь она приведена ниже все эти книги вот изложенные здесь они как правило есть в интернете в большом количестве так что скачивайте пока все не выкачали другие за вас также можно эти книги взять в библиотеке теперь начинаем дальше что такое механика механика это довольно большой и объемный раздел поэтому все все что изображено здесь это не полная механика конечно же но вот некоторые вещи здесь есть необходимая нам механика это собственно теоретическая механика затем теория механизмов машин сопротивление материалов и детали машин это те предметы которые у вас будут в следующих семестрах как любой предмет теоретическая механика является основой для вот этих всех предметов которые мы здесь видим инженер который однажды познал теоретическую механику хорошо никогда не будет иметь трудности с пониманием остальных предметов таких сопротивление материалов теории механизмов машин детали машин и так далее потому что все основные понятия теоретической механики они лежат в основе остальных механик изображенных на слайде так теперь давайте начнем с основных понятий теоретической механики механическое движение один из видов движения материи вызывающие изменения в течение времени взаимных положений тел или их частей механические взаимодействия ну проще говоря механические взаимодействия это когда толкают тянут бьют дальше и собственно наш теоретический раздел теоретическая механика которая изучает законы механического движения и механического взаимодействия общие для любых тел теперь давайте рассмотрим с чем имеет дело теоретической механики первое это материальная точка она не имеет размеров по сравнению с другими телами но и у нее есть масса это некая модель конечно же которой не существует но она помогает нам так сказать описать поведение некоторых тел ну и собственно говоря что все тела состоят из материальных точек поэтому изучив один раз одну материальную точку мы можем обобщить ее движение на множество материальных точек то есть на какие-то тела дальше абсолютно твердое тело это тело у которого расстояние между двумя любыми его точками не изменяется ни при каких воздействиях абсолютно твердое тело никаким образом нельзя не растянуть ни сжать не взорвать оно при любых воздействиях окажется таким же как и было до него на самом деле по правде говоря конечно же абсолютно твердых тел не бывает в природе все так или иначе тела деформируются ломаются но эти некоторых у большинства тела не у большинства тел а у у некоторых задачах изменение формы тела очень незначительное и поэтому это незначительное изменение можно пренебрегать и говорить что тело абсолютно твердое механическая система это совокупность материальных точек или абсолютно твердых тел связанных между собой общими законами движения или взаимодействия то есть система по сути представляет собой тела тела у которых положение одних тел зависит от положения других тел если одно тело движется и не оказывает воздействие на другие тела то данная совокупность система не является так к тому же еще нужно вспомнить что такое абсолютное или относительное движение на самом деле понятие абсолютное движение довольно таки непонятно для обычного человека потому что например абсолютное движение это движение относительно пространства а как можно это пространство измерить довольно трудная задача допустим мы были допустим земля движется относительно пространства со скоростью 30 км в секунду то есть мы находимся сейчас здесь через секунду мы уже на 30 км дальше от той точки которые были каким образом привязаться ну трудная задача на самом деле обычно если мы находимся на земле мы привязываемся к земле относительно нее движемся если летит корабль космический он уже относительно солнца принимается поэтому в любом случае в теоретической механике все относительно то есть мы принимаем говорим что какое то у нас тело абсолютно неподвижное и мы относительно него уже изучаем движение в данном случае будем принимать за положение равновесия ну то есть откуда рассчитывается равновесие движения просто неподвижная систему координации какой то и так теоретическая механика как я уже говорил делится на статику кинематику и динамику статика изучает условия относительно равновесия механических систем для осуществления равновесия необходимо определенное соотношение сил поэтому статика изучается общее свойство сил правила, замены сил другим силами эквивалентными, с точки зрения равновесие ну простыми словами говорят статика изучает равновесие твердых тел кинематика изучает механическое движение без учета сил и вызывающих это движение То есть точка движется, у нее есть какие-то параметры движения. Неважно, что вызвало это движение, мы просто берем и исследуем ее, эти параметры. Ну и динамика изучает механическое движение тел в связи с действующими силами на объект движения. Ну то бишь, опять-таки простыми словами, динамика изучает механическое движение по действиям сил. Теперь основные понятия теоретической механики, на которой она зиждется. Первое очень важное понятие в механике называется сила. Все вы силы постоянно взаимодействуете и даже не обращаете, что они бывают. Если присмотреться, то эти силы везде. Теперь что такое сила мы будем понимать с собой. У силы определений нет, что такое сила. Мы просто с вами условимся в теоретической механике говорить, что сила это мера механического взаимодействия. Но нужно добавить, что не просто мера механического взаимодействия, а мера механического взаимодействия тел. Сила моделируется вектором, характеризуемым направлением и величиной. Кроме того, здесь не дописано, что есть силы моделируются не только направлением и величиной, но еще и точкой приложения. Кинематическое состояние тела. Состояние покоя или движения с неизменными параметрами. Система сил. Совокупность сил, приложенных к рассматриваемому объекту. Объекту подразумевает и тело. Равнодействующая эта сила, эквивалентная системе сил, то есть неизменяющая кинематическое состояние. То есть, проще говоря, что мы возьмем некоторую систему сил, заменим какой-то одной. И эта сила будет действовать точно так же, как те, которые мы убрали. Вот эта сила, которую можно заменить, этой силой можно заменить все остальные, называется равнодействующей. Эквивалентная система сил. Заменяет данную систему сил без изменения кинематического состояния объекта. Это примерно то же самое, похоже на предыдущий пункт, говорящий о том, что мы берем какую-то систему сил, заменяем и другую систему сил таким образом, чтобы ничего не изменилось. То есть, тело как находилось в равномесии, так и остается в равномесии. Какие были силы реакции опор, такие и остались. Взаимно уравномешенная система сил. Под ее действием объект находится в равномесии. Так, теперь важны аксиомы статики. У меня был преподаватель по теоретической механике, первый. Его зовут Горынин Глеб Леонидович. Вот он говорил так. Он говорит, что какие аксиомы? Это, говорит, теорема, аксиом не бывает. Ну ладно, давайте мы условимся, мы не будем доказывать эти аксиомы. Давайте просто примем, как есть. Итак, первое. Аксиома инерции. По действиям взаимно уравновешенной системы сил, тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Эта аксиома называют еще первый закон Ньютона. Второе аксиома статики. Аксиома двух сил. Если тело по действиям двух сил находится в равновесии, то эти силы равны по модулю и направлены по одной прямой в противоположные стороны. Такие две силы представляют собой простейшую взаимно уравновешенную систему сил. Вот мы на рисунке видим тело, которое тянут две силы. Чтобы тело находилось в равновесии, F1 и F2 должны быть равны друг другу, но противоположное оно по направлению. И это утверждение выражается вот такой записью векторной. F1 равно минус F2. И сверху у них поставлены векторы, а минус означает, что они направлены в противоположные стороны. Аксиома присоединения. Если к заданной системе сил присоединить или изъять взаимно уравновешенную систему сил, то кинематическое состояние тела не изменится. Вот у нас есть силы F1, F2, F3. Мы берем, заменяем эти все силы вот такой системой. Если ничего не изменилось, то считается, что вот эта система сил эквивалентна правой системе сил, что выражается вот такой записью математической. Дальше. Следствие из аксиома присоединения. Кинематическое состояние тела не изменится, если силу перенести по линии Е действия. Мы берем к силе F1, добавляем две силы F2 и F3, противоположные направленные, но одинаковые, причем по модулю они такие же, как F1. Мы можем со спокойной душой убрать F1 и F3, так как они представляют собой взаимно уравновешенную систему сил. Убираем и остается только одна F2. Таким образом мы F1 перенесли в другую точку, при этом ничего не изменилось. Такой вектор, который можно перенести вдоль линии его действия, обозначенную пунктиром, называется скользящий вектор. Скользящие векторы, они не изменяют только положение, только абсолютно твердого тела. Если это тело будет не абсолютно твердым, то переносить вдоль линии действия вектор силы нельзя. Четыре. Аксиома параллелограмма. Равнодействующая двух пересекающихся сил в диагонали параллелограмма построена... Так, равнодействующая двух пересекающихся сил равна диагонали параллелограмма, построена на этих силах, как на сторонах. У нас есть две силы, приложенные к телу F1 и F2. Мы эти силы переносим в точку пересечения линии действия, как скользящие векторы. И можем сложить F1 и F2 по правилу электронного сложения, показанного на этом рисунке. Результатом сложения этих сил является вектор R, равнодействующая двух сил. Это равенство выражается вот этой формулой. R1 равняется F1 плюс F2. А модуль силы R1 можно найти по теорему косинусов, поизвестной. Пятая аксиома. Аксиома действия и противодействия. Всякому действию соответствует равное и противоположное противодействие. Иначе называется третий закон. Ну, проще говоря, так. Если вы будете бить кулаком стену, то стена будет бить вас с такой же силой, как вы бьете ее. Шестое. Аксиома отвердевания. Равновесие деформируемого тела сохраняется при его затвердевании. Обратное справедливо не всегда. То есть, например, если вы взяли, например, положили желе, и оно расплылось по столу. Мы можем взять такое же желе, например, изготовить из абсолютно твердого тела. Положить его на стол, то есть мы будем повторять его размеры полностью, и вес, и так далее. То будет без разницы это желе. Или оно абсолютно твердое, либо оно абсолютно желеобразное. То есть можно в некоторых задачах заменять упругие или другие тела, например, даже жидкие, какими-то твердыми телами. При этом ничего не изменится. Законы механики сохранятся. Теперь, что такое силы реакции? Любое тело в пространстве, если мы его выгустим из рук в космосе, оно будет двигаться покуда и поскольку другое тело не изменит его движение. Если на тело свободное оказывается какое-то ограничение, то это называется связь. Что такое свободное тело? Свобода перемещения тела не ограничивается никакими другими телами. Несвободное тело, его движение ограничено другими телами. То бишь, несвободное тело, на него наложены какие-то связи. Как правило, связи всегда наложены от других тел каких-то в результате их взаимодействия механического. Связь – это тело, ограничивающее свободу перемещения объекта. На самом деле, вот эта связь довольно такая неоднозначная вещь. На самом деле. Потому что вот это вот понятие связи есть в аналитической динамике. И там есть связи различных видов. Поэтому упростимся, что это тело ограничивается в свободу перемещения объекта. Теперь реакции связи. Так как мы говорили, что сила – это мера механического взаимодействия тел, то реакция связи – это сила, действующая на объект со стороны связи. То есть сила, с которой она удерживается. Ну, может, даже не обязательно удерживается, но каким-то образом взаимодействует. Принцип освобождаемости связи. Это основа решения, практических задач по механике вообще. Принцип освобождаемости. Мы можем… Несвободное тело можно рассматривать как свободное, если отбросить связи и заменить их действие соответствующими реакциями. То есть мы можем взять, отделить все связи, оторвать их. Как бы очистить его. Но при этом, для того, чтобы принцип эквивалентности соблюдался, нам необходимо вот эти тела, которые мы убрали, заменить действием сил. Давайте рассмотрим некоторые связи. Вот, например, нить и шарнирный стержень. Вот мы видим на рисунке подвешено тело на нити. Но тут нужно обязательно добавить, что вот эта нить у нас, эта нить тонкая и нерастяжимая. Потому что если она чутка будет растягиваться, то в задачах динамики, например, задача значительно усложняется, если она имеет вес и деформируется. Но, слава Богу, мы в теоретической механике изучаем в основном только нерастяжимые нити. Нерастяжимая нить при натяжении создает силу R, как показано на рисунке. Она направлена вдоль этой нити. От тела, в толь нити. Шарнирный стержень. Шарнирный стержень, он не сгибаемый. Если нить у нас может сгибаться, то шарнирный стержень, он уже не сгибаемый. Вот этот шарик, изображенный наверху, изображает шарнир, который прикреплен к неподвижному основанию, изображенный серым цветом. Шарнир позволяет этому телу качаться, как маятник, в данном случае. Ну и реакция направлена, конечно же, вдоль оси. В данном случае, на этом рисунке, вот эти две системы являются эквивалентными. Мы можем подвесить тело на нити или на нересомом стержне, вот на этом. Ничего не изменится. Сила R будет одинаковая. Но это работа только для этой системы. Вот для этого случая. Шарнирный стержень мы рассмотрели. Теперь давайте перейдем к следующему. Абсолютно гладкой поверхности. Мы видим на экране положен некий брусок, лежащий на абсолютно гладкой поверхности. В тех местах, где он опирается, нету трения. То есть нету трения от слова совсем. Мы заменяем действие вот этой опоры, показанной серым цветом, убираем. Вместо нее ставим силы, направленные перпендикулярно, не перпендикулярно, а направленные по нормали к соприкасающимся поверхностям, к общей нормали соприкасающейся поверхности, как показано на рисунке. То есть в итоге мы убрали с вами опору, получили силы R1, R2 и R3. И тут написано, что реакция гладкой поверхности направлена перпендикулярно к общей касательной плоскости, проведенной соприкасающейся поверхностям тела и связи. Третья опора называется неподвижный цилиндрический шарнир. Изображен он вот здесь, вот таким шариком. Он позволяет вращаться вот этому телу желтому. Мы его убираем. Вместо него ставим силу R. Таким образом, реакция неподвижного шарнира проходит через центр шарнира, перпендикулярно оси шарнира и имеет произвольное направление. На самом деле, она бывает не совсем произвольная, а неизвестная изначально. То есть мы, когда решаем задачу статики, мы изначально не знаем, куда направлена эта сила. Во время решения мы находим направление ее и уточняем. Данную силу удобнее всего раскладывать на составляющие RX и RY, как показано на рисунке. Далее переходим к следующей опоре, называемой подвижный цилиндрический шарнир. Он здесь изображен также шариком серым. Единственное, что он может двигаться по опторной поверхности, кататься, благодаря вот этим роликам или колесикам. Таким образом, ничто не препятствует его горизонтальному перемещению. Мы заменяем эту связь реакцией R. Она проходит через центр шарнира, перпендикулярно оси шарнира и плоскости опирания. Таким образом, вот эта сила R, она перпендикулярна вот этой опорной поверхности. Неподвижный сферический шарнир. Неподвижный сферический шарнир, он опирается на неподвижную поверхность, а с другой стороны к нему присоединено какое-то твердое тело. С неподвижными сферическими шарнирами вы постоянно сталкиваетесь, когда садитесь в свой кадиллак и настраиваете зеркало заднего вида. Зеркало заднего вида как раз изиждется вот на знаком сферическом шарнире. Там возникает реакция неподвижного сферического шарнира, которая проходит через центр шарнира и имеет произвольное направление в пространстве. Ну, как сказать, не то, что произвольно, а сколько неизвестно изначально. Потом в ходе решения опять-таки его находим. Сферический шарнир является пространственным, пространственным, поэтому у него есть три составляющие по оси Х, У и З. Ну и шестое – это жесткая плоская заделка. Слово «плоская» говорит, что она в плоскости лежит. На самом деле заделка может быть и трехмерной, но мы рассмотрим с вами только жесткую. В данном случае это такое соединение, при котором вот, например, стержень, изображенную на рисунке, внедрем в неподвижное основание. Таким образом, что он не может шевелиться, он не может вздохнуть. Она его держит вот здесь, в этом месте намеркло. Если мы потянем вниз, ничего не получится. Мы убираем, как всегда, опорную поверхность или опору просто и заменяем ее действие силами РХ и РУ. И кроме того, возникает еще некий момент, который мы с вами еще не разбирали. Но момент – это такая сила или усилие, которые мешают поворачивать к этой балке. Неподвижный цилиндрический шарнир позволяет вращаться, а жесткая заделка не позволяет. В этом ее отличие от цилиндрического шарнира. Так и так, общее правило для связи любого вида. Так как мы рассмотрели с вами только некоторые виды связи, а их немножко больше, чуть-чуть. Чем изображено вот на этом слайде. Поэтому, если вы встретите не такую опору, которая не встречалась вот здесь, вы можете следующее правило помнить. Если связь препятствует одному или нескольким перемещениям, то по направлению именно этих и только этих перемещений возникают соответствующие реакции, силы или моменты. Так, теперь дальше лекция 2. Ну, условно лекция 2, конечно, потому что у нас все в куче. Так, система сходящихся сил. Это такая система, у которой линии действия пересекаются в одной точке, как показано вот на этом рисунке. Силы приложены к телу, и вот эти пунктирные линии, линии действия, пересечены вот здесь. Итак, что нужно делать нам? Нам нужно ответить на следующий вопрос. Как упростить данную систему? Какой простейший вид системы? И, как и вы, условия равновесия данной системы. Мы перенесем все линии действия в точку пересечения. Так, как мы уже говорили о том, что скользящие векторы можно переносить к удалению действия, поэтому мы берем и переносим их сюда. Вот так. Таким образом. И последнюю силу F4. Мы их перенесли. Мы сложим сначала, в первую очередь, силу F1 и F2, назовем ее силой R1 и R2. Индекс 1 и 2 показывает, что это результат сложения сил F1 и F2. Затем, после этого, мы сложим R1 и R2 с силой F3. Вот этот вектор R1 и R2 складывается вот в такой красный жирный толстый вектор R1 и R2. После этого мы складываем R1 и R2 с вектором F4 и получаем еще более жирный толстый вектор R1 и R2. Таким образом, оказалось, что вот эти все четыре силы мы заменили вот одной такой, называемой R1, R2, R3, R4. И согласно одной из аксио, вот эта одна сила показывает точно такое же действие, как четыре остальные, что и показано вот здесь, вот этими записями. Так, ну, мы можем заменить вот это действие построением параллелограммов, можно заменить построением силового треугольника. Как это делается? Выбирается одна из сил и изображается параллельно самой себе с началом в любой произвольной точке. Все другие силы изображаются параллельными сами себе с началом, совпадающим с концом предыдущей силы. Мы переносим силу F2 в конец вектора F1 и получаем ровно вектор R1, R2. Затем мы вектор F3 переносим в конец вектора R1, R2 и получаем вектор R1. Так, и получаем... Ну, просто переносим, пока ничего не получаем. И затем переносим, и получаем вот такую вот загуглину, состоящую из четырех векторов. Ну, и чтобы провести результирующий вектор, мы соединяем начало вот этого точки пересечения, соединяем с концом вектора вот этого вектора F4, перенесенного в точку. Таким образом, мы получили тот же самый результат, который отражает вот эта формула, как всегда. Так, простейший вид системы. Сила, приложенная в точке пересечения исходных сил. Таким образом, сходящаяся система сил приводится к одной силе равнодействующей. Силе эквивалентной исходной системы сил, равной геометрической сумме сил системы. Ну, то есть это обычное правило из математики сложения векторов. В данном случае это у нас R, равная F1, F2, F3, F4. И короткая запись изображена вот здесь. Буква сигма означает сумма сил. То есть таким образом равнодействующая равна сумме сил действующих тела. Если равнодействующая система оказывается неравной нулю, тело по действиям такой силы будет двигаться в направлении равнодействующей. Для того, чтобы уравновесить систему, достаточно приложить силу, равную полученной равнодействующей в направлении противоположных сторон. Аксиома о двух силах. Таким образом, условием равновесия системы сходящейся сил является обращение равнодействующей в ноль. Таким образом, чтобы вот это вот у нас тело никуда не двигалось, от слова стояло на месте, нам нужно, чтобы R, вот это итоговое, равно нулю, что и что показано на этой записи. Это условие эквивалентно замкнутости силового треугольника определенным образом, а именно направление всех сил при обходе по контуру не изменяется по направлению. Мы разворачиваем силу, как показано на рисунке. И вот она, наша сила, нулевая равнодействующая. Это та сила, которую нужно приложить вот в эту точку, чтобы тело не двигалось. Теорема о трех силах. Если тело по действиям трех непараллельных сил находится в равновесии, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке. Так, как это доказать? Перенесем две силы по линии их действия в точку их пересечения. Вот таким макаром. Сложим эти силы, превратим их в R1-2. Таким образом, теперь система состоит из двух сил, а такая система находится в равновесии, и эти силы равны между собой и направлены по одной линии. в противоположной стороны. Таким образом, все силы пересекаются в одной точке. Теорема о трех силах может эффективно применяться для определения направления одной из двух реакций тел. У нас есть сила F, которая стремится вот это тело сдвинуть вправо, но у него ничего не получается из-за того, что в точке A имеется неподвижный шарнир. Мы ставим силу RB, силу RA. Если тело под действием трех сил F, RA и RB находятся в равновесии, то все три силы должны пересекаться в одной точке. Точка C. Вот здесь. Так, и тут мы имеем следующее. Направление и величины реакции легко определяются под строением силового треугольника с использованием подобия треугольников. Но на самом деле это не единственный способ нахождения реакции, но один из них. Так, вот мы силу изобразили. Изобразили вот эти две линии, параллельные линии действия RA. А вот эти две линии параллельны линиям действия RB. Таким образом, RA является у нас как называть, гипотенузой вот этого треугольника. Ну и мы можем посчитать, что RA у нас в данном случае равно корень F в квадрат, то есть RB в квадрате. А в данном условии этот RB поделить на F. Оно выводится из подобия треугольников. Треугольник А, Д, С. Он подобен треугольнику, вот этому силовому треугольнику. Аналитическое определение равнодействующей. Каждая из сил, геометрическая сумма, которая дает равнодействующую, может быть представлена через ее проекции на координатной оси и единичные векторы. Так называемые орты. Орты – это единичные векторы. Ну, в данном случае немножко у нас напутано, вот и на этой сумке. На самом деле вектор И он направлен вдоль Си-Х, а вектор К наоборот на Z. То есть маленькая такая опечаточка. Сила в декартовых координатах можно представить следующим видом. Вот в таком виде. Где Х и Y, Z – это проекции силы F на оси Х, Y и Z. Равнодействующая выражается через проекции в таком виде. Равнодействующая равна сумме всех сил F1 плюс F2 и приходим к следующему равенству. Здесь мы подставим эти силы. Вот такому силу. То бишь, чтобы найти равнодействующую, нам нужно сложить все силы по оси, не все силы, а все проекции по оси Х, всех сил, по Y, по Z. И таким образом, эквивалентной им силы будет RX, RY, RZ. Это является составляющими силы R по оси Х, Y и Z. Таким образом, реакция силы равнодействующая равна следующим величинам, следующим выражениям. RX равно сумме проекции сил на оси Х, Y равно сумме проекции сил на оси Y, и RZ равно сумме проекции сил на оси Z. Ну, про направляющие космиссы мы давайте не будем говорить особо подробно, останавливаться лишний раз, потому что они нам на самом деле не пригодятся дальше, эти космиссы, особенно для заочников. Итак, мы приходим к уравнению равновесия сходящейся системы сил. Так называемое первое первое самое условие равновесия сходящейся системы сил. Оно очень простое. Равнодействующая всех сил равна нулю. Таким образом, сумма проекции сил действующих на тело равна нулю, что выражается вот этими уравнениями. Так, плоская произвольная система сил. Силы лежат в одной плоскости и их линии действия не пересекаются в одной точке. Для рассмотрения такой системы сил необходимо ввести новые понятия. Момент силы относительно точки на плоскости, пара сил, момент пары сил. Вот теперь переходим к самому, так сказать, интересному. Теперь давайте рассмотрим, что такое момент силы. На самом деле моменты силы это тоже модель на самом деле. Их в природе не существует, этих моментов. Но каким-то образом они работают. Никто не знает, как они работают, но они работают. Так, теперь момент силы относительно точки на плоскости. У нас есть сила, где-то приложенная в точке. И у нее есть линия действия силы, изображенная красным коннектиром. Имеется точка А. Так, точка А это у нас в данном случае это точка, называется моментная точка. Это такая точка, относительно которой находится момент силы. В данном случае момент силы F. Момент силы относительно точки на плоскости это алгебраическая величина, равная произведению модуля силы, взятая со знаком плюс, если вращение плоскости под действием силы происходит против часовой стрелки и со знаком минус в противном случае. плечо силы на рисунке изображенное как H это длина перпендикуляра опущенного из точки на линию действия силы. Это кратчайшее расстояние вот этой точки до красного коннектира. Как известно, кратчайшее расстояние это перпендикуляр. Все остальные прямые проведенные из точки А кратчайшими не будут. Теперь дальше переходим. Пара сил это совокупность двух параллельных другу сил равных по величине и направленных в противоположные стороны. Как показано на рисунке вот здесь. Пара сил не может быть упрощена, не может быть заменена одной силой и представляет собой новую силовую характеристику механического взаимодействия. До сели мы с вами рассматривали только лишь силы, у которых линии действия пересекаются. Ну вот пришел миг, когда они взяли и не пересеклись. Возникает так называемая пара сил. Момент пара сил на плоскости не зависит от выбора центра переведения полюса и равен произведению модуля любой пара сил на плечо пары. Плечо пары это у нас буква D обозначено. Это расстояние вот оно. Это кратчайшее расстояние от точки приложения силы первой силы ко второй перпендикулярно вот так. Для него такое же правило действует как для момента силы. Если вот эта пара сил стремится повернуть плоскость против часовой стрелки, то момент такой пары положительный. В противном случае он отрицательный. то есть если вы запомните что против часовой стрелки плюс подчасовой минус вы не ошибетесь. То есть где бы мы не взяли вот эту точку А точку А вот это произведение сил вот это выражение не изменится. Мы точку А можем перенести хоть в бесконечность хоть в Зимбабве хоть в Венецию все равно этот момент пара сил будет равен F умножить на H. В независимости момента пара сил от выбора полюса можно убедиться вычислением суммы моментов. То бишь вот это является доказательством этого утверждения что момент пара сил не зависит от полюса. Теоремы о парах они приводятся без доказательства и туда же показано где можно их взять вот здесь на сайте МИИТА. Как же там Московский институт вам не важно. Так первая теорема о переносе пары сил в плоскости ее действия. Она говорит о чем? Что пару сил можно перемести в любое место в плоскости ее действия. Кинематическое состояние тела не изменится. Это действует только для абсолютно твердых тел. Дальше об эквивалентности пары сил. пары сил можно заменить в другой пары сил если их моменты алгебраически равны. Кинематическое состояние тела не изменится. Вот это утверждение выражено вот такими вот формулами. Сложение пары сил на плоскости. Систему пары сил на плоскости можно заменить одной парой момент, который равен алгебраической сумме моментов исходных пар. Кинематическое состояние тела не изменится. И вот мы приходим к еще одному важному уравнению так сказать не то что важному а основой всего решения задач механики говорит так что сумма моментов сил действующих на тело равна нулю только в этом случае тело не будет вращаться у нас то есть двигаться. Так теперь метод Пуансо это приведение силы к заданному центру. Силу можно перенести параллельно самой себе в любую точку плоскости если добавить соответствующую пару сил момент который равен моменту этой силы относительно рассматриваемой точки. ну довольно таки трудно понять на начало на самом деле все просто. У нас есть сила F приложена вот здесь вот здесь и нигде больше. Мы перенести не имеем права вот она действует и все. Есть точка A но мы хотим как-то вот перенести все равно не знаю зачем но нужно перенести ее. Мы берем вот в точке A прикладываем силы F1 F' и F2' которые по величине такие же как F но направлены в противоположную сторону. То есть F' и F2' являются уравновешенной системой сил. Вот это написано здесь что кинематическое состояние не изменилось. Исходная сила и одна из добавленных сил противоположная направленная образует пару сил. момент пары вот этой силы F и F2' вот они равен так момент этой пары численно равен моменту исходной силы относительно центра приведения. таким образом у нас силы F и F2' исчезли исчезли сила F перенеслась в точку A но как говорится за все нужно платить раз уж мы перенесли силу сюда нам нужно обязательно добавить момент который равен минус F умножить на H так и еще вот что главное моменты всегда изображаются дуговыми стрелками если силы изображаются стрелками прямыми показывающими их направление то моменты изображаются вот такими дуговыми стрелками показывающими либо по часовой либо против часовой приведение плоской произвольной системы сил к задовому центру выбираем произвольную точку на плоскости и каждую из сил переносим по методу поансовую точку вместо исходной произвольной системы получим сходящую систему сил и систему пар перенести силу F1 точку A F2 и F3 сходящая система сил приводится к одной силе приложенной к центре приведения которая ранее называлась равнодействующей но теперь эта сила не заменяет исходную систему сил поскольку после приведения возникла система пар то есть если бы они у нас пересекались в одной точке эти силы в одной точке они пересекаются в разных ну мы можем вывести да вот так перемести их в точку A они пересекаются но вот добавляются моменты еще к этому вот в данном случае это MO или M нулевое в общем случае плоская произвольная система сил приводится к одной силе называемой главным вектором и к паре с моментом равным главному моменту всех сил системы относительно центра приведения R звездочка это у нас главный вектор сил AM или MA это у нас главный момент равный равной сумме моментов сил F1 F2 F3 относительно точки A условием равновесия плоской системы сил является одновременное обращение главного вектора и главного момента системы в ноль F1 мы пришли главным уравнением статики это практически совершенно полностью уравнения которые используются буквально чтобы находить какие-то числа если все до этого проходили это была какая-то лирика то вот эта система сил это уже имеет прикладное значение напрямую векторная запись она конечно хороша но к сожалению она ответов-то не дает на самом деле потому что вектор это все-таки не числа чтобы получить числа нам необходимо равнодействующую спроецировать на оси что что описывается вот этим уравнением сумма проекции сил равнодействующей равном нулю сумма проекции сил на оси и сумма моментов сил равна нулю так еще существует еще форма уравнений которые эквивалентны вот этому уравнению то есть когда мы берем сумму сил находим относительно точки и и два уравнения момента относительно точки В и А точка В это любая другая точка пространства которая не совпадает с точкой А ну и еще такая когда мы можем вообще не использовать сумму сил вот эту можем не использовать а можем записать три уравнения моментов что показано в нижнем правом углу так следует обратить внимание на то что первая и вторая форма уравнения равномесия имеет ограничения связанные с выбором одной из осей например Х и точки С относительно положения точек А и В ограничения накладываем на выбор оси Х неперпендикулярно АВ и точки С которая не лежит на отрезке АВ гарантирует что ни одно из уравнений не обращается в тождество при выполнении других уравнений А теперь переходим в следующее теорема Вариньона о моменте равнодействующей ежели система сил имеет равнодействующую то момент равнодействующей относительно любого центра равен логоверарической сумме моментов сил системы относительно того же центра итак давайте докажем пусть система силы F1 F2 F3 приводится к равнодействующей приложенной точке О вот она у нас была система сил они потухли вместо них теперь R такая система сил не находится в равновесии чтобы ее равновесить нам необходимо приложить силу R' направленную по ее линии действия противоположную сторону R' мы приложили тело вроде бы остановилось но не совсем таким образом система исходных сил находится в равновесии и должна удовлетворять уравнение в равновесии например сумма моментов относительно точки относительно точки A плюс момент силы R' относительно точки A равен 0 поскольку R' равнодействующий R направлено по линии действия в противоположную сторону то момент силы R' равен минус момент силы R относительно точки A таким образом мы приходим к следующему момент равнодействующий равен сумме моментов сил относительно точки A теперь примеры использования теоремы о моменте равнодействующей определение момента силы относительно точки когда сложно вычислить плечо силы например у нас есть сила F вот такая вот F все хорошо но единственное что непонятно как силу этого плеча H вычислять не очевидно и все нам придется треугольники дорисовать углы косинус синус все это искать давайте сделаем это проще мы заменяем силу F на 2 F1 и F2 обозначаем плечи плечо силы F1 это будет у нас B относительно точки A и момент силы F2 будет равен A ну и все мы берем просто-напросто записывая вместо вот этого вместо нахождения плеча H мы просто находим момент силы F1 равный минус F1 умножить на B и добавляем к нему плюс F2 умножить на A знак минус говорит о том что сила F1 стремится повернуть эту раму относительно точки A по часовой стрелке а сила F2 стремится повернуть против часовой стрелки поэтому здесь стоит минус а тут плюс а вот оно решение полученное если мы дадите нам числа F и угол альфа и B и A мы можем посчитать и число так доказательства необходимости ограничений для второй и третий форм уравнения равновесия если сумма моментов сил равна нулю то система приводится к равнодействующим при этом она проходит через точку A так как ее момент относительно этой точки должен быть равен нулю теоремы равновесия при этом сумма моментов сил относительно точки B при этом сумма моментов сил относительно точки B равна нулю то равнодействующая должна также проходить через точку B тогда проекция равнодействующая на ось перпендикулярная B и момент равнодействующий относительно точки, лежащего на АВ будут тождественно равны нулю при любом значении равнодействующей. Так, теперь переходим с вами к следующему трению скольжения. Так, давайте посмотрим, сколько у нас времени осталось. Ну, у нас с вами еще полчаса осталось. То есть мы с вами сейчас дочитаем лекцию, закончим ее и в следующий раз продолжим уже другой раздел кинематику. А пока давайте продолжим нашу лекцию про силу трения скольжения. Мы рассматривали, доселе с вами гладкую поверхность, но гладких поверхностей, как вы понимаете, не бывает в природе. Так или иначе, тела при взаимодействии они шоркаются, ну то есть трутся. И вот эта мера их трения между собой называется сила трения скольжения. При действии издвигающей силы, приложенной к телу, покоящемуся на шероховатой поверхности, возникает сила, противодействующая возможному перемещению тела. Сила трения сцепления из равновесного положения или его действительного перемещения. Сила трения скольжения при его движении. То есть тело лежит на месте, мы пытаемся его сдвинуть, действует сила сцепления. Если мы тело волочим, то мы называем силу трения скольжением. Основные законы трения называются законы Амантона-Кулона. Сила трения лежит в касательной плоскости к соприкасающимся поверхностям и направлена в сторону, противоположную направлению, в котором приложенные к телу силы стремятся его сдвинуть или сдвигают в действительности. Таким образом, сила трения является реактивной силой. То есть сила, возникающая в связях, так сказать, или с другими телами взаимодействия. Сила зрения изменяется от нуля до своего максимального значения. Вот в желтом аккуратике написано, что сила трения больше нуля, но меньше максимальной силы. Максимальная сила пропорциональна коэффициенту трения и силе нормального давления. Это закон Амантона-Кулона. Если мы силу трения превысим максимальную, то тело начнет двигаться. Если не превысим, то оно будет стоять на месте. То есть мы не можем преодолеть силу трения. Коэффициент трения F есть величина постоянная для данного вида и состояние соприкасающейся поверхности. Его определение это коэффициент трения такая довольно неоднозначная задача на самом деле. Он зависит на самом деле от многих параметров коэффициент F. Закон трения Амантона-Кулона это упрощенный так сказать закон. И вот эти коэффициенты трения где их взять? Вы решили узнать как же его найти-то? Они в справочниках есть по машиностроению. Например, открываете справочник по машиностроению и находите пары трения. Например, дерево по железу. Например, там сталь полированная или шероховатая заржавевшая или не заржавевшая. И там везде написаны пара трения и соответствующий коэффициент F. Однозначного ответа чему он равен нет. Ни я, ни кто, ни другой не можем сказать вот этот коэффициент чему равен данный миг. Нам нужно либо опыты проводить либо копаться в справочниках. Сила трения в широких пределах не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. Не зависит от площади соприкасающихся. То есть, если у нас будет например на полу лежать например Питер Дирклейдж который играл игре престолов на полу либо это будет лежать Николай Валуев а от их размера он не зависит в первом приближении. На самом деле конечно же он зависит но мы можем сказать что в некоторых задачах в большинстве случаев он не зависит. Теперь какие способы существуют определения коэффициента трения. Сдвигающая сила изменяется от нуля до своего максимального значения. Мы берем оттуда потихонечку эту силу увеличиваем 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 и меряем. И в тот миг когда тело начало двигаться мы запоминаем вот эту силу и можем посчитать эту силу коэффициент трения. Например такой способ есть. Как она действует обратите внимание в данном случае на тело действует сила натяжения ники которая тянет в горизонтальном направлении сила тяжести которая прижимается вниз сверху вниз и сила реакции опора направлена перпендикулярно опорной поверхности. Сила трения всегда действует против сил. Таким образом максимальная сила натяжения нити равняется максимальной силе трения. Таким образом мы можем найти с вами следующее F равен T max поделить на M либо P максимальная сила веса деленная на силу тяжести. сила нормального давления изменяется от некоторого начального значения до минимального значения. Итак у нас есть некий груз такой же самый мы его убираем таким же образом выводим подобно ему то есть мы здесь действуем здесь по-другому мы берем вот эту силу не меняем и поедем а вот эту горку с песком начинаем потихонечку убирать каждый раз взвешивая сколько осталось мы знаем каждый раз вес у него же мы потихонечку начинаем песочек выкидывать выкидывать и в один прекрасный миг тележка поедет это означает что сила трения минимальная мы достигли минимальной силы трения при котором тело пришло в движение то есть на первом рисунке в первом способе мы увеличивали силу а в данном случае мы уменьшаем просто вес груза ну и таким образом коэффициент трения равен сила P на G минимальная то бишь на то которое мы когда выкидывали от лишней вещи он начал двигаться мы измерили сколько осталось это есть минимальный G сдвигающая сила и сила нормального давления изменяются при изменении угла наклона плоскости скольжения от нуля до максимального значения у нас лежит какая-то коробка там посылка не важно что на наклонной поверхности она не скользит не падает просто лежит мы начинаем поднимать левый край угол F начинает увеличиваться и мы каждый раз с помощью транспортира можем измерить вот этот угол F мы потихонечку начинаем его поднимать 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 с помощью уравнения неравновесия мы получаем с вами что коэффициент трения равен тангенсу максимального угла тангенс мы его поднимаем поднимаем и в какой-то миг мы замечаем что коробочка начала скользить вниз мы тут же хватаем транспортир меряем этот угол и вычисляем тангенс это угла и это и будет коэффициент трения так угол трения с учетом силы трения возникающей при контакте с шероховатой поверхностью полная реакция такой поверхности может рассматриваться как геометрическая сумма нормальной реакции абсолютно гладкой поверхности и силы трения вот у нас сумма сил силы трения и силы реакции опора их равнодействующая она направлена как-то вот так под углом фи угол отклонения полной реакции с шероховатой поверхности это угол трения равный артангенсу силы максимальной трения деленная на n либо это артангенс силы артангенс фи при изменении направления сдвигающей силы т на опорной поверхности ее поворотом относительно нормальной плоскости полная максимальная сила реакции широковатой поверхности описывает косинус трения конус трения активные силы G и T и другие можно заменить равнодействующей силой P имеющей угол отклонения от вертикали альфа можно показать что равновесие возможно лишь в том случае когда эта сила остается внутри пространства конуса трения здесь приведены условия равновесия по оси X зачитывать их не буду вы можете поставить на паузу и потом почитать на досуге сейчас скачаю так теперь учет сил трения при решении задач на равновесие при наличии сил трения 1 действующим на объект активным силам и реакциям абсолютно гладких поверхностей добавляются соответствующие силы трения направленные по общекасательной контактным поверхностям в сторону противоположную возможному смещению точки касания объекта относительно опорной шероховатой поверхности и 2 уравнение движения мы составленным для объекта мы добавляем выражение для максимальных сил трения в количестве равном числу сил трения вот например у нас есть некая балка опертая в точках а и точке б она вроде бы хочется скользнуть но она не скользит потому что возникает силы трения которые держат ее в равновесии человек начинает забираться вверх ну зачем то ему понадобилось лезть по этой лестнице не знаю зачем и он решил попытать счастья и полез коэффициент трения фа и фб заданы нам нужно найти такой угол наклона при котором человек не упадет вниз не соскользнет весом лестнице при не двигаем в первом приближении так мы выбираем сначала объект выделяем ставим силы n a и n b в точках a и b соответственно добавляем силу g которая как раз и стремится сорвать мисс эту лестницу не будет им человек все было бы хорошо но вот он полез зачем то вот эти силы трения которые спасают нашему человеку жизнь обозначим силы f a и f b направлены вот так составляем уравнение равновесия сумма проекции сил на ось х равна нулю то бишь mb вот он mb действующий по оси х минус силы трения в точке а равна нулю сумма проекции сил на ось у равна нулю то есть сила fb вверх сила g вниз и сила ma тоже вверх ну и сумма моментов сил относительно точки а например можно любую точку другую взять но мы возьмем точку а сила g умножить на a b пополам на синус альфа то есть сила g а вот это страшное чудовищное выражение это вот которое я обвожу мышкой это плечо силы всего-навсего плечо мы составляем уравнение моментов так называемое добавляем дополнительные выражения что сила трения равняется f на n a и f трения в точке b равна fb на nb подставляем вот эти данные выражения вот сюда перекидываем вот сюда и получаем вот эти уравнения и получаем что n а равняется вот этому и nb вот этому выражению таким образом можно узнать какой вес должен быть у человека чтобы лестница не упала если допустим например там питер дирк или как там его который играл бесов в игре престолов залезет на лестницу но она может не упасть ну а если полезет николай валуев то может быть она упадет это проверить можно подставить сюда в силу g так таким образом мы находим с вами тангенс угла вот этот угол который равен следующему выражению как мы видим он зависит только лишь от коэффициентов трения больше ничего не зависит так определение области равновесия задача решена для конкретного положения человека угла соответствующего предельного равновесия с помощью понятия конус трения образовываемого полной реакции широковатой поверхности и теоремы о трех силах можно определить область возможных равновесных положений человека на лестнице для этого достаточно по задным коэффициентам трения определить углы трения определяющие предельное положение полной реакции и построить конусы трения общая область конусов дает область равновесных положений человека хорошо видно что для более высокого положения человека надо уменьшить угол наклона вот видите точка приложения силы G вот она сила G вот это все что зеленым обозначено сюда попадать точка приложения силы не должна она может двигаться вдоль этого балочки но только она пересечет хотя бы одну вот эту конус то наш Николай Валуев с громким криком упадет вниз так ну и наверное последнее на сегодня рассмотрим это сопротивление сил сопротивления при качении довольно важная и неоднозначная кстати тема определение силы трения качения как говорил мой коллега доктор наук профессор что есть сколько там 5 или 6 теорий трения говорит и ни одна из них не работает ну каким-то образом она работает конечно но вот это вот именно проблема трения она еще пока не решенная до конца так люди еще до сих пор стараются что-то найти но в теоретической механике есть решение называется сопротивление при качении при действии сдвигающей силы приложенной к катку покоящемуся на шероховатой поверхности возникает сила противодействующая возможному смещению тела сила трения сцепления из равновесного положения или его действительному перемещению при его движении и пара сил момент который препятствует повороту катка называемый момент сопротивления качения возникновение пары сил препятствующих качению связана деформация опорной поверхности в результате которой равнодействующая нормальных реактивных сил по площадке контакта смещена от линии действия силы тяжести в сторону возможного или действительного движения все что мы с вами сейчас прочитали ну это небольшой такой небольшой костыль в теоретической механики потому что мы условились что мы не будем изучать с вами деформируемые тела теоретическая механика изучает только абсолютно твердые тела как бы ни поверхность ни сам вот этот диск они деформироваться это не должны ну как бы мы давайте сделаем так что как будто пускай она деформируется ну ладно нам нужно как-то силу сопротивления качения найти какую-то модель нужно построить поэтому вот было принято как бы ну тела как бы твердые ну можно этим пренебречь в этом случае давайте сделаем оно пускай деформируется конечно же ну ладно это так называемый костыль мы сделали мы берем вот эту вот синюю область это область деформации внедрения и ставим силу реакции вот здесь не ровно посередине как должно было быть а немножко правее соответствующие силу трения так основные законы трения качения момент сопротивления качения всегда направлен в сторону противоположную тому направлению в котором приложено к телу силы стремиться его повернуть или действительному повороту по действиям этих сил два момент сопротивления качения изменяется от нуля до своего максимального значения то бишь мы тянем то тянем но если мы очень сильно потянем он возьмет да и покатится ну все конечно же если там что нибудь в своей жизни катали там бочки катали по земле или еще что нибудь помните как это бывает иногда не очень не очень легко и катить максимальный момент сопротивления качению пропорциональным коэффициенту трения качения и силе нормального давления коэффициент трения качения есть величина постоянная для данного вида и состояния соприкасающихся поверхностей момент сопротивления качения в широких пределах не зависит от радиуса катка если коэффициент трения скольжения является безразмерной величиной то коэффициент трения качения измеряется единицами длины и равен по величине указанному смещению равнодействующей нормального давления то есть вот это расстояние от вертикальной пунктирной линии до линии действия M вот это расстояние это и есть коэффициент обозначенный на рисунке FK в силу малости деформации коэффициент трения качения имеет очень малую величину и составляет например для стального бандажа по стальному рельсу 0,005 метрах ну это очень маленькая очень маленькая там даже в микроскоп если посмотреть то там увидите даже амек и остальных одноклеточных вот такого размера примерно смещение так давайте посмотрим время сколько осталось так ладно давайте еще у нас время есть для пространственной пространственной произвольной системы сил доселе мы с вами рассмотрели ну совсем чуть-чуть плоскую систему сил плоская система сил довольно простая для понимания а вот пространственная система сил она уже немножко напрягает мозг потому что приходится включать пространственное воображение и эти силы эти задачи для пространственной произвольной системы сил чуть-чуть посложнее чем для плоскости системы сил а бывает так что значительность сложнее что это означает это означает что силы не лежат в одной плоскости и их линии действия не пересекаются в одной точке для рассмотрения такой системы сил необходимо ввести новые понятия моменты сил относительно центра пространства момент сил относительно оси момент пары сил пространства я предлагаю, давайте этот слайдик закончим все остальное мы не закончили относительно пространства и системы сил для вас, для заводчиков это знать не обязательно потому что мы не успеем пройти с нашим рабочим планом такую тему, мы только чуть-чуть рассмотрим и пойдем на перерыв так, момент силы центра в пространстве это векторная величина уже не скалярная, не алгебраическая, как мы говорили в прошлый раз, а векторная вектор изображен таким образом стрелкой обозначена буквой F обозначена буквой M так еще раз, момент силы относительно центра пространства это векторная величина, равная векторному произведению радиус вектора проведенному из центра к точке приложения силы и вектора силы то есть у нас есть сила точка приложения силы и точка, относительно которой мы находим момент мы проводим из точки O радиус вектор в начало вектора F и записываем векторное произведение по определению векторного произведения вектор момента силы направлен перпендикулярно плоскости проведенной через центр и силу в ту сторону откуда поворот радиус вектор вектору силы на наименьший угол представляется происходящим по часовой стрелке модуль вектора силы относительно центра равен произведению силы на плечо таким образом мы пространственную систему сил привели к обычному гибридическому моменту модуль вектора силы относительно центра численно равен удвоенной площади треугольника ОАБ он изображен желтым пунктиром треугольника ОАБ и если мы найдем площадь этого треугольника умножим на 2 мы как раз получим величину момента момент силы относительно оси это алгебраическое величие равное произведению проекции вектора силы на плоскость перпендикулярного оси на плечо это проекции относительно точки пересечения оси с плоскостью диагноза со знаком плюс если вращение плоскости по действиям силы представляется при взгляде навстречу происходящим против часовой стрелки и со знаком минус в противном случае довольно жуткая запись конечно но иначе никак вот у нас есть ось Z изображенная за желтой стрелкой и сила F1 мы берем силу F красную проекцируем на плоскость получаем еще один вектор находим плечо относительно оси и таким образом момент вот этой силы красной F равен плюс-минус F1 на H1 знак плюс-минус мы уже оговорили как его найти момент силы относительно оси числено равен удвоенной площади треугольника OAB вот он тоже желтенький треугольник так ну я предлагаю закончить вот все что я тут приведено ниже вот здесь я уже озвучивать не буду можете поставить на паузу и то читать самостоятельно и так ладно у нас время закончилось я предлагаю закончить запись остальные одногруппники которые просмотрели или были заняты сегодня могут посмотреть потом в записи эту запись лекцию там за чаем или в поездке или где угодно ну все всего хорошего до следующих встреч до свидания так и так переходим к продолжению нашей лекции по статике ну как лекция это просто обзор просто обзор теоретической механики мы просто коротко посмотрим что в ней есть потому что у нас времени мало как это обычно все остальное изучение механики это на откуп студента заочного обучения вечернего идет все что мы не изучили это самостоятельное изучение потому что теоретическая механика это на самом деле довольно таки большой предмет прям такие довольно тяжелые для изучения у него довольно высокий порог вхождения то есть нужно знать физику математику поэтому мы ее все не изучим конечно же сегодня немножко посмотрим чуть-чуть еще кое-что насчет трехмерных или пространственных задач на следующем занятии мы продолжим наши лекции и будет уже кинематика буквально на на час немножко кинематики и совсем немножко динамики как раз достаточно для того чтобы решить ваши задачи из кейса так я буквально позавчера ходил заочный деканат мы выяснили что кейсы вроде есть мои которые я скидывал в ближайшее время они появятся еще раз повторяю приезжайте в июне ну или когда там будет у нас занятие привозите с собой готовые решенные задания из кейса я задаю пару простых вопросов по этим по этим задачам отвечаете получаете заслуженную тройку ну и все и идете дальше сдавать остальные предметы все все задания которые я вам выдал вы должны будете выложить в портфолио электронное без портфолио задачи приниматься не будут не ставится зачет или экзамен итак давайте продолжим обзор нашего раздела статика который мы закончили так так не тут раздел обвините мы закончили ну закончили прошу раз с вами вот на этом слайде рассмотрели силу рассмотрели момент ее относительно оси и рассмотрели связь момента относительно центра и относительно оси то что я сказал вам сделать дополнительно самостоятельно рассмотреть разобрать тут довольно таки замутренные картинки страшные но если вы будете заниматься механикой решением со временем эти рисунки обретут для вас некоторый смысл итак давайте рассмотрим момент пары сил в пространстве это вектор который изображен здесь обозначен M он направлен перпендикулярно плоскости в которой лежат силы F и F' F' образуют собой пару сил и момент равен точно так же как и на плоскости равен F умножить на D а направление этого момента определяется по правилу правой руки или правилу Буравчика и вот я правило правой руки это понятно но вот почему правило Буравчика ну что за человек это был почему у него такая странная фамилия Буравчик ну это же ладно не будем смотреть так есть теоремы которые говорят о том что по переносу пары сил в плоскость параллельно плоскость ее действия что пару сил можно перенести в другую плоскость в параллельную плоскость ее действия кинематическое состояние тела не изменится если оно было в равновесии то в равновесии останется об эквивалентности пары сил пару сил можно заменить другую пара сил если моменты диаметрические то бишь векторно равны кинематическое состояние тела не изменится сложение пары сил на плоскости теорема еще одна Систему пары сил на плоскости можно заменить одной парой момент, который равен геометрической или векторной сумме моментов исходных пар Кинематическое состояние тела не изменится Уравнение условия равновесия системы пары сил имеет следующий вид Читается она так Сумма моментов сил или главный момент равен нулю Так давайте еще раз от того же будем плана исследования придерживаться Как упростить систему Каков простейший вид системы и какие условия равновесия системы Так мы выбираем с вами по теории Пуансот точно так же как мы делали в прошлый раз Не изменяется ничего от слова совсем Сходящаяся система сил приводится к одной силе, приложенной к центру, как и ранее Ну и конечно же момент Но только единственное отличие от предыдущего рисунка У нас момент уже представлен в виде вектора То есть раньше он был у нас просто числом, а сейчас вектор Аналитическое определение главного вектора Для силы мы это уже записывали, похожее выражение на плоскости Но единственное что тут у нас добавляется по оси Z В отличие от плоскости Точно такие же проекции вектора на оси Как их найти написано, что проекции равны сумме проекций всех сил действующих на телах Направляющие косинус особо вам не нужны, как с золочниками и вечерником Ну а модуль нужен Вот модуль это важная величина Ну и момент определяется точно так же, как и главный вектор системы сил Ну не совсем точно так же, а аналогичным образом То бишь складываются составляющие моментов сил относительно оси Х По оси Х, по оси Y и по оси Z И вот оно, итоговое равенство Так, теперь мы можем теперь вектор M Главный вектор Точно так же, как любой вектор спроецировать на оси Вот у нас сумма моментов сил Сумма проекции моментов сил на оси Х равна нулю Сумма моментов всех сил на оси Y равна нулю И сумма проекции моментов всех сил действующих на тело на оси Z равна нулю Направляющие косинусы особо нам не нужны Ну и модуль момента находится точно так же, как и модуль главного вектора сил Условием равновесия пространственно-произвольной системы сил И является одновременное обращение главного вектора и главного момента системы в ноль Таким образом, два уравнения равновесия Записанные в векторном виде Преобразуются 6 уравнений равновесия В проекциях Если векторы это не числа, это стрелки какие-то То при проецировании на оси мы уже получаем числа Вот эти 6 уравнений Представляется бы 6 уравнений, которые состоят из чисел А когда мы получили числа, это уже хорошо То есть мы можем знать, сколько и когда Так, возможно, в случае приведения пространственного производства системы сил В табличке приведены Разбирать ее не будем, можете поставить на паузу и повторить салют Ну вот и тут приведены условия Условия приведения системы к равнодействующим Каким образом мы можем привести к равнодействующим Так, зависимость главного момента от выбора центра приведения сил Просмотрим, как изменяется момент произвольной силы впитая При переходе от одного центра приведения к другому И запишем выражение для момента силы Относительно каждого из центров Так, у нас есть точка А и точка Б Относительно каждой из них мы можем найти момент свой Сразу имеем для себя точки приведения А и Б Радиус вектором Д Который равен следующему И выражаем отсюда РБ Отставляем радиус РБ в выражении для момента силы И получаем, что следующее выражение Что момент силы Ф относительно точки Б Равен векторному произведению радиус вектора Относительно точки А Минус векторное произведение вектора Д На силу Ф и Т Просуммируем моменты всех сил Относительно точки Б Получим следующее выражение И зависимость главного момента сил От выбора центра приведения То есть, если мы находим Мы нашли с вами сумму моментов сил Относительно точки А И вдруг оно с головы взбрело Эту точку Точку А перенести в другую точку Ну, точку Б Перенести Как изменится? А вот так Мы должны отнять Векторное произведение вектора Д На равнодействующую силу Р Так, а у нас Р У нас равнодействующая получается Так Вот это мы рассматриваем Тут написано Рассматриваем подробно Но мы с вами подробно Уже рассматривать не будем ничего Потому что наше время Сегодня краткое То есть, мало времени у нас Просто так опрощенкаем с вами По рисункам На примере Кинематическое состояние системы Не меняется при приносе Главного вектора И главного минимального момента Вдоль центральной оси системы Следовательно, полученный результат Приведлив для любой точки приведения Вежащей на этой оси Ну и так далее Это мы не будем подробно читать Ну и вот тут Главный минимальный момент Что он может быть вычислен Как проекция главного момента В любой точке приведения На центральную ось Переходим дальше Инварианты Что такое инварианты системы сил? Это величины Не зависящие от выбора Центра приведения Первый векторный вариант Это главный вектор системы силы Какие бы ни были у нас Система координат Главный вектор силы Не изменится Главный момент Не является инвариантом Потому что он зависит От выбора центра приведения Однако существует величина Связанная с главным вектором Независящего центра приведения Запишем зависимость для главного момента Системы от выбора точки приведения Умножим левую и правую части выражения Скалярным на главный вектор И раскроем скобки Ну то есть у нас было mb Мы просто домножили скалярно Слева и справа По правилу скалярного произведения Второе слагаемое в правой части Обращается в ноль То бишь вот это Главный вектор r Перпендикулярен вектору Перпендикулярен вектор Векторного произведения в скобках Отсюда получаем то же Что если скалярное произведение вектора Главного момента вектора силы r На вектор mb Равен скалярному произведению Силы r равнодействующим на вектор ma Таким образом Скалярное произведение главного вектора r На вектор главного момента есть второй скалярный инвариант вот написано инвар отсюда главный минимальный момент m со звездочкой также является инвариантной величиной то есть мы взяли просто и выразили момент у нас главный теорема Вареньона точно такая же рассмотрена в предыдущем случае но только для пространственной системы если сила имеет равнодействующую то момент равнодействующий относительно любого центра равен геометрической сумме сил моментов сил относительно того же центра момент равнодействующий относительно любой точки равен алгебраической сумме моментов сил относительно той же оси доказательства рассматривать не будем просто прощелкаем всем кто хочет внимательно рассмотреть то можете посмотреть поставить на паузу в любой вид и рассмотреть сложение параллельных сил тут можно, видите, тоже ссылки все на ямит, здесь у нас мы можем перейти можем не переходить потому что эти теоремы довольно-таки муторные и особо-то они не нужны для практических действий нам важно, как это все применять действию здесь у нас приведено сложение параллельных сил как действует потом приводится центры параллельных сил это точка приложения равнодействующая но не изменяющая свое положение при одновременном повороте всех сил на один и тот же угол ну и здесь приведены выражения для определения положения центра параллельных сил довольно-таки страшные вещи, конечно же особенно для заучников и вечерников прям невероятные но ничего страшного потому что наверняка есть те, кто хочет разобраться поэтому на всякий случай давайте посмотрим у нас все дело итак мы пришли к следующему важной вещи определение координат центра параллельных сил центр тяжести это центр приложения равнодействующей сил тяготения веса материального тела при определении положения центра тяжести тела используется гипотеза линии действия сил тяготения приложенные к отдельным частицам тена параллельно рассматриваемые тела имеются в мере много меньше радиуса земли и углом между линиями действия сил тяготения частиц можно пренебречь ускорение свободного падения постоянное рассматриваемые тела однородные нет включения материалов и другую плотностью и сплошные нет пустот с учетом предмета гипотезы при определении положения центра тяжести можно использовать формулы для определения положения центра параллельных сил так и вот тут у нас есть рассмотрим с вами определение положения центра тяжести однородных тел выделим элементарный объем определяем следующим соотношением вот таким образом через тройной интеграл страшно выглядит конечно ужасно и находим следующее что у нас координаты центра тяжести тела равны вот следующим выражением если тело плоское постоянное или на постоянной толщины то мы можем выделить с вами элементарный объем следующим образом мы умножаем элементарную площадку ТС на толщину H и имеем следующий центр тяжести X, C и Y, C определяем следующими соотношениями для линейного тела например пруд или например какой-то стержень у нас еще более ухращается постоянное насечение вот такие выражения у нас есть так теперь давайте рассмотрим определение положения центра тяжести простейших плоских тел ну прямоугольника тут понятно даже и без этих формул понятно что это пересечение диагоналей ну тут приведем просто пример вычисления через интеграл точную если кто-то вам не поверит то есть коллег скажет да нет центр тяжести прямоугольника находится не здесь вы его можете доказать ткнув в нос ему вот эту формулу для треугольника чуть похитрее у нас имеется треугольник основания B и высота треугольника H высота H это расстояние от растет B кратчайшее до вершины треугольника какой бы треугольник ни был у него у любого треугольника центра тяжести находится на одной трети от высоты что вот показано вот этим выражением H что-то примерно вот тут круговой сектор ну девушка сладок на него что-то веер ну это называется круговой сектор это кусочек пирога наш или кусочек пиццы у него есть центр тяжести определяемого следующая формула через жутчайшие интегралы как определить центры тяжести любой фигуры так называемый метод разбиения мы берем разбиваем сложную тюрьму на простейшие данная буква G разбивается на два прямоугольника у которого есть свой центр тяжести на пересечении диагонали и второй мы представляем эту формулу вот это вот вот они S1 это площадь первой фигуры S2, второй X1 это все величины показаны на рисунке метод отрицательных площадей если у нас имеется тело а мы вырезали у него кусочек какой-то то ясное дело что куда-то центр тяжести сдвинется но ничего страшного в этом нет мы просто берем и вычитаем эту площадь что показано вот здесь с знаком минус если она пропала то мы ее вычли и важное замечание поскольку координата X может быть отрицательна то не следует представлять это выражение с использованием равности ну и метод симметрии метод интегрирования у нас есть и метод подвешивания экспериментальный метод так ну ладно наши лекции закончились на сегодняшний день на сегодняшний вечер и так ну мы с вами встречаемся получается на следующей неделе продолжаем нашу лекцию лекцию то что все что я хотел рассказать вам сегодня я рассказал если у вас возникнут вопросы вообще любые как сдавать что сдавать именно не относящиеся даже к эльцам обязательно задавайте их в следующий раз во время следующей нашей встречи я на них отвечу потому что вы находитесь удаленно напрямую не можете только через экран монитора мы можем с нами общаться если например возникнет вообще необходимость можете например даже найти меня в контакте вот по такому имени которую напишу вот здесь так ну все давайте сегодня заканчиваем встретимся на следующей неделе начнем кинематику кинематику монитора